Ребята, уже завтра стартует новый мультик, который будет называться «Жизнь в космосе». Ну а снимать я его буду... Хотя нет, ребята, если вы узнали ютубера, с которым я буду снимать по скину, то обязательно пишите об этом в комментарии. Кстати, ребята, я вчера эту серию снимала прямо на стриме. И, ребята, мне интересно, понравилось ли вам смотреть, как мы снимаем. Хотите ли вы еще такой стрим, где я буду показывать вам, как мы снимаем мои серии. Вот, если вам реально это понравилось, то напишите об этом в комментарии. Давайте, ребята, попробуем на этой серии набрать 4000 лайков. Мне кажется, это вполне реально. Ну а мы переходим к просмотру серии. Субтитры сделал DimaTorzok Как же я ненавижу этот будильник. Так, пойду к Кириллу разбужу. Так, Кирилл... Так. А где... Кирилл? Кирилл опять куда-то убежал. А да что это такое? Может, на улице? Кирилл, что ты делаешь? Смотрю, как игрушки летают. Ты понимаешь, что тебе не стоит этого делать. Если кто-то увидит... Опусти. Что же... Опусти. Тебя заберут в полицию. Для нашего мира это что-то сверхъестественное. Понимаешь? Ты никому не должен показывать свои способности. Понимаю. Ну так зачем ты тогда это делаешь? Скажи мне. Ты хочешь, чтобы тебя забрали от нас? Нет. Не буду больше. Ах, ладно. Поехали в садик. А то время уже много. Давай, поехали. Ты точно больше никому не будешь рассказывать? Нет. Точно? Я чувствую, что ты врешь. Ну... Говори. Ты будешь ругаться. Нет, я не буду ругаться. Говори. Одна девочка видела. Алиса? Нет. А кто тогда? Саша. А что она увидела? Так поднимал машинку. И что она сказала на это? Ничего. Она ничего не поняла. Ладно, пойдем. Больше так не делай, понял? Я понял. Все, давай, беги в садик. А где Лиза? К сожалению, она тут больше не работает. Ну почему? Так нужно. Иди давай. О, привет. Привет. Это Юлия, Алиса. Вы как вообще? Да, все нормально. Правда, спали плохо после вчерашнего. Да, уж денек выдался не из лучших, согласна. Алис, беги к Кириллу. Будете знакомиться с новой воспитательницей. Пока. Да, жалко Лизу, конечно. Да, жалко. Но, блин, она так полюбила свою работу. И вот... Знаешь, я могу ей предложить место у нас. А оно есть? Ну да, будем втроем работать. Ну, не думаю, что она согласится. Она побаивается, мне кажется, все-таки. Ну, попытка не пытка. Позовем работу, ей все равно нужно. Ну да, ладно. Тогда поехали, что ли, на работу. Да, давай. Так, еще я наберу. Так. Алло, Лиза? Да. Привет. Чем занимаешься? Сижу дома, смотрю сериал, ем конфеты и грущу. Ой, да ладно. Приезжай к нам в отдел, есть работка веселая. Ну... Давай, давай, бросай всю грусть и к нам. Ладно. Ай, все, поехали. Мы сейчас ее мигом развеселим. Да. Что у нас сегодня на повестке дня? Жуткое дело. О, классно. Как я люблю. У нас на окраине города есть дом, откуда пропадают дети. О, наш Коленька постарался, да? Нет, он в психушке под строгим наблюдением. Хм, блин. Ну ладно, тогда ждем Лизу и едем. Юля, расскажи подробнее про... Привет. О, привет. Привет. Короче, Лиза, у нас тебе деловое предложение. Так, интересно, какое? Будешь работать у нас. Кем? Следователем. Даже не знаю. Я боюсь всех этих убийств, крови. Ну, я же тебе говорила, Юль. Ну. Ну, Лиза, ну ты сама подумай, куда ты еще работать пойдешь? Продавщицей или куда? А у нас тут и льготы, и соцпакет. Вот именно. К тому же у тебя медобразование. Нам это вообще пригодится. Так что подумай. Да. Да, с работы сейчас стуком. Вот-вот, соглашайся. Давай ты с нами один день поработаешь, и потом уже примешь свое решение. Хорошо, давайте попробуем. Поехали, надо нам вызов. Куда? Сейчас все узнаешь, да. Так, кажется, это здесь. Здравствуйте, мы из полиции? Здравствуйте, мы вас ждали, заходите. Пройдемте. У нас пропадает уже третий ребенок, и мы не знаем, что с этим делать. А как это происходит? Просто на утро мы их не находим в своих кроватях. Последняя девочка пропала сегодня утром. А нам можно поговорить с детьми? Да, конечно. Алена, иди сюда. Здравствуйте. Привет. Ты общалась с девочкой, которая пропала? Да, она была моей подругой. А как ее звали? Соня. А может быть, у нее какие-то особые признаки были? Может, одежда какая-то там необычная? Да, можно в своем поговорить? Да, конечно, давай отойдем. Она была необычная. В каком плане? Она имела способность. Не как у обычных людей. Так, как это понять? Ну, она могла попасть туда, куда захочет. Например? Могла попасть на море или в другой город за пару секунд. А каким образом? Она просто представляла это место в голове и оказывалась там. То есть это телепорт? Ну да. А другие дети, они тоже были какие-то необычные? Нет, они были простыми детьми. Так, ясно, они искали ее. В смысле? Не волнуйся, мы обязательно найдем твою подругу. Спасибо. Передайте ей, что я ее жду. Хорошо. Так, все, поехали. До свидания. Сделайте все, что сможете, пожалуйста. Да, хорошо. Ну что, что ты узнала? Все, что нужно. Поехали. Поехали. Ну что, расскажешь или нет? Я думаю. Ну, думай. Короче, девочку, которую украли, ее звали Соня. Это все, что ты узнала? Нет. Она была необычной. Ну, как мой сын. Она обладает телекинезом? Ну, не совсем. У нее был дар телепортирования. Интересно. А что с другими детьми? Они были обычные. Наверное, они искали именно ее? Да, пропали три девочки. Первые два раза они, видимо, ошиблись. Я думаю, это какая-то группировка, которая использует ее силу для своих собственных целей. Да, или это ученые. Да, наверное. Но как нам их найти? Мне нужен сон. В смысле? На стенах то снятся вещи и сны про наших маньяков. Да. Вещи? Ну... Типа того. Да, типа того. Так ты тоже с суперспособностями? Ну, получается так. Ну и семейка. А Стас, наверное, читать мысли умеет? Вряд ли. Все, Кирилл, спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Алло, Настя. Да, да. Алло, Настя, срочно езжай в отдел. Что? Что случилось? Ты время видела? Это важно скорее. Ой, блин. Стас, тебе нужно будет сегодня отвезти Кирилла в садик. Я обещал его с собой на работу взять, так что не волнуйся. Хорошо, я на работу. Что-то срочное? Видимо. Ну, что такое? Это просто жесть, что произошло сегодня ночью. Что? Рассказывай. Летел самолет на военную базу с какими-то бочками. И по какой-то причине из него открылся люк. И одна бочка оттуда выпала. И кроме того, несколько капель жидкости упала прямо на землю и вызвала мощнейшие взрывы. Была опасность, что жидкости хватит, чтобы пробиться кибру планеты и уничтожить землю. Но, к счастью, бочка выпала на заброшку. И вот на той, где мы недавно были. К счастью? Нам конец? Офигеть. Ну, Настя, просто понимаешь, если бы она упала на другое место, у нас, наверное, уже не было бы в живых. Офигеть. Нет, стой, погоди. А в чем проблема увезти эту бочку, ну, куда-то подальше от города? Она весит 2000 тонн, и ее не сможет поднять ни один кран. Ай, что же нам теперь делать? Мне кажется, нам нужна помощь твоего сына. По-другому никак. Ну, а он-то как нам поможет? В смысле, я не понимаю, о чем ты. Ну, он же может поднимать предметы. Но это очень опасно для него. Настя, ты понимаешь, что пострадают тысячи, если хоть одна капля попадет на землю. Только он сможет нам помочь. Стас, привет. В общем, я Кирилл забираю. Зачем? Он не нужен, это срочно. Все в порядке? Да, не волнуйся. Кирилл, пойдем, пойдем со мной. Кирилл, ты видишь бочку? Да. Ты нам должен помочь. Как? Тебе надо перенести ее далеко-далеко в лес, вот эту бочку. Она же тяжелая, я не смогу один. Надо папу позвать. Помнишь, я тебе говорила, что ты не должен заставлять летать предметы? Да, я не делал сегодня ничего. Я знаю, а сейчас надо. Ты не будешь меня ругать? Нет, не буду. Ладно. Давай, поднимай ее. Так, теперь ее нужно перенести аккуратненько вниз, веди ее сюда вот. Так, Кирилл, теперь все. Теперь аккуратненько спускай бочку на землю. Аккуратненько, аккуратненько. Кирилл, Кирилл, что с тобой? Что с тобой, Кирилл? Не беспокойтесь, вы можете отдохнуть, и с ним все будет хорошо. Я очень на это надеюсь. Отдыхайте, с утра можете прийти и забрать Кирилла. Вы только, если что, мне сразу звоните. Если ему плохо станет, то еще что-то. Хорошо, обязательно. Доброй ночи. До свидания. Пошли домой. Субтитры сделал DimaTorzok Все, это навечно, блин, залагало. Был дар, был дар, это как скороговорка. Был дар телепортировать. Был дар телепортировать. Был дар. Был дар телепортирования. Все, раунд. Все, Кирилл, теперь опускай аккуратно ее и ставь здесь. Аккуратненько. Давай. Ты че? Это прям крушение было. Лиза, это было слишком быстро. Нужно как-нибудь поплавнее. Все, конец сериала, мы все померли. Призываемся Тонуфрост. Заклинание злого ореха. Да.